Всем привет! Это собака моя для привлечения внимания. Как вы могли понять, по названию это видео о поездке в Питер. И поехали! Вот такие мы разодетые. Мы однозначно не были готовы к такому холоду, и поэтому даже пришлось пойти и немножко докупить себе теплые одежды. Оказалось в Питере прям очень-очень холодно, поэтому я купила себе утепленные лосины, колготки. И в подарочек нам дали вот такую вот стучку-дрючку, миленький носочек. Закупившись до заселения, у нас оставалось еще два часа, поэтому мы направились покушать. Выбрали мы, конечно, столик около окошка, чтобы сидеть и смотреть на красивую архитектуру Санкт-Петербурга. Сейчас будем кушать в Афиге. Поселились в какой-то позитивный отель. Мы оставили свои вещи в номере и отправились в Александроневскую Лавру. Просто какая красота! Сейчас мы уже вышли из монастыря, и пойдем в сторону метро. Поедем в Юсуповский дворец. Мы вышли в цеху через пять. Как Шуше сказала, это обычная столица. Вот такая красота. Это канал Грибоедова. Нос замерз. Идем сейчас в Юсуповский дворец. Идите прямо. Да, идем прямо. Мы попили чай лата, мой любимый. Ой, чай лата. Просто лата с орешками в цехе 85. Идем гуляем, наслаждаемся питерской красотой. Очень холодно. Минус 15. Идем мы по такой скользкой дорожке. Потому что здесь совсем лед. Просто скользишь. Как все перебегаются в Питере. Либо по дороге, либо по такой дороге, либо по льду. Пришли мы в Юсуповский дворец. Точнее, сейчас направляемся туда. Пока шли, увидели нескольких падающих людей. В общем, проблема Питера. И сейчас пойдем с Ксюшей на экскурсию. Ура. Все? Да. Ура. Кстати, Юсуповский дворец считается один из самых красивых. Здесь жили когда-то люди Юсуповы, которые были богаче самих царей в Российской империи. Это за окном. Чего? Девять часов утра. Приехали в музей квартиры Пушкина вчера. Мы сходили вечером в Tokyo City. Это такая популярная сеть по всему Питеру. Вот, и сейчас вот идем куда-то сюда. Ксюша говорила, что здесь будет огромная очередь, но мы приехали еще до открытия, чтобы очереди не было. И то, посмотрите, люди стоят. До открытия. До открытия. Имейте в виду. Вы поняли? Спасибо. Сейчас через 15 минут у нас уже начинается экскурсия. Вот, и мы решили купить, перекусить, взять себе печенюшку, не постную, и потом пойдем на экскурсию. Знаете, я жила в Питере, и каждый день я восхищалась этим городом. Когда я жила в Питере, я часто отвозила Данила, он прям работал в штабе на Дворцовской площади. Я его отвозила, там парковки платные, и уезжала домой. И потом вот забирала его. Я каждый день ездила, и просто думала, какой же это великолепный город, потому что я жила в Европе, и, по-моему, там не так красиво, как здесь. На экскурсии в музей Пушкина я сняла вот это вот единственное видео, потому что я была полностью погружена в рассказы. Кстати, это детская. Сейчас мы сходили в музей. Ксюш, твои впечатления о музее? Десяти-десяти. Десяти-десяти. Не, на самом деле прям очень интересно рассказывает, прям вот как будто погружает нас в то время. И вся, можно сказать, экскурсия шла с того момента, как Пушкин вызвал на дуэль, дуэль прошёл, и вот как всё это проходило, как он болел, как к нему приходили куча людей прощаться, вот его смерть. Вот с таким вот видом на Невский. Ну, есть машина, не заградили. И вот такой вот милый ресторанчик. Кстати, посмотрите, какой милый сделали в Литвии. Прям милашка. Гуляем по вечернему Питеру. Подводим итоги дня. Мы сегодня вообще должны были пойти в театр, но так и не смогли определиться со спектаклем. На улице холодно, поэтому мы выходим, смотрим подарочки, и заодно греемся, и заходим из одного магазина в другой, и за одного в другой. Такой симпатичный. И сыграющим репельмином. Выбрали себе конфетуйки. Вот такую возьмём. И вот тот ореховый трюфель. Ещё здесь вот очень всякой марципана в виде овощей и фруктов. Ну, а здесь у меня ведьма не видит. Вот такие всякие вкусняшечки. Вообще, здесь много всего, но, конечно, на туристы, потому что всё до ра-дор. Пришли опять же так же только в первый день кушать в Афинькин. А у нас прям очень насыщенные дни были. Посмотрели очень много, и ещё у нас по плану очень много. Приятно вам не аппетитно. Зашли вы в такое пространство. Всякие магазинчики. И сейчас пойдём на экскурсию в квартиру Распутина. Представляете? Будем узнать больше всяких мистических тайн. Ну вот дверь, которая ведёт в квартиру Распутина. Тут был как раз кабинет. Кстати, можно остановиться на ночь. Говорят, что там очень холодно. Называется комната ночью в музее. Здесь была комната ожидания. Я так понимаю, сюда мы не можем зайти, потому что это комнаты разных людей. Здесь когда-то была коммуналка. До сих пор она коммуналка. То есть это одного человека, это другого. Это принадлежит музею. Вот здесь, кстати, кабинет, в котором мы пьём чай. Вот этой печью. Отапливалось всё. Здесь у нас санузлы. Банны. Кстати, я случайно села на стул и оказался это стул последнего министра Российской империи. Сейчас покажу. Укла здесь хорошее. Укла здесь, кстати, за что вы видите... И вот, кстати, вот последний министр, который как раз на этом стуле и сфотографировал. И сейчас у нас будет чай пить. На лестнице там ещё более-менее тепло, а здесь, конечно, у нас... Тут нам экскурсовод рассказывает про последнюю ночь Распутина, как всё проходило. Вот, например, через эту дверь он вышел. Кстати, это был чёрный ход. Ну и так он уходит свой последний путь. У нас закончилась экскурсия в одном музее, мы сразу двигаемся в другой. Что могу сказать про музей Распутина? Немножко не то, что я ожидала. В большинстве своём квартира закрыта, переделана. Вот, но очень интересно услышать другое мнение. Потому что если вот в других музеях обычно его как-то показывают в негативном свете, то здесь его показали как обычного человека, который, в принципе, жил, как все обычные люди. А всё, что говорят, это как бы клевета. И последняя экскурсия на сегодня — это экскурсия в магазине купцов Елисеевых. Первое, куда нас отвели, это вот в эту комнату, куда закрыт вход обычным покупателям. Там мы увидели всякие фотографии, значимые вещи для этой семьи. И вообще послушали историю о создании этого магазина. Также нас отвели на балкончик, который закрыт для обычных покупателей. И даже за сам прилавочек. То есть достаточно крупный, а ну из любой точки зала можно было видеть вот это наименование. Сейчас пойдём в жилье. Так, первая наша закусочка — это дворянский оливье, он сделан из стерлиги. Здесь ещё яблочки и ещё что-то. В общем, не похож он на классический оливье, но очень прикольненько вкусненько. Так, второе блюдо — это у нас ледяка. С чем она? Рец, грибы и какая-то рыба. Это стерлить горячего копчения с чёрной икрой, с каким-то шоусом. Вот так вот. И это что такое? Это ротатуй. Нет. А, ну да, это ротатуй. И... А вот рыба, что с палатуй. Ну всё вкуснее. Да? Угу. Больше об этом. Да. В этот вечер мы опять не устояли, взяли себе по конфеточке. Ксюша вон, что-то ищет. Завтракать я провела Ксюшу, ну нас, в Вольфчиках. Это, кстати, тоже одна из таких сетей по всему Питеру. Их прям очень много. Но вот это номер 15. Кстати, вот так вот проживание там полетит изнутри. Здесь вкусненько, вкусненько, но недорого. Поэтому здесь всегда много людей. Музей картошечка, ниточку и кофе. И сейчас пойдём вот там напротив у нас музей Достоевского. Экскурсия в музей Достоевского состоит из двух частей. Это вот вы видите первую. Здесь она рассказывает про творчество и что сподвигало на то и другое произведение. А потом мы уже перешли в квартиру. Это, например, детская. А это столовая. Кстати, интересный факт. В то время было не принято, чтобы дети ели за столом взрослых. Но в семье Достоевских было именно так. А это кабинет самого Достоевского, в котором он и скончался. Что могу сказать про музей? Наверное, он бы нас так и впечатлил. Если бы мы не взяли экскурсию. Это вообще было просто класс. Я думаю, конечно, зависит всё от экскурсовода. Но она прям влюблена в Достоевского. И вот эту любовь она нам передала. И сейчас немножко передохнём. Усну. Пойдём ещё на одну экскурсию. Это экскурсия по дворам и парадным Санкт-Петербурга, на которую я очень долго хотела попасть. И вот, наконец-то, я тут. Мы походили по нескольким дворам и парадным. Настоящие парадные. Когда-то здесь было престижно жить, сейчас здесь в Каламике. Очень много узнали интересного о истории создания Санкт-Петербурга, как строились доходные дома, где что обустраивалось. В общем, на самом деле, тоже рекомендую эту экскурсию. Эта экскурсия вот прям по дворам, по парадным очень интересная, потому что ты ещё больше погружаешься в эту историю. Каждый дом, абсолютно каждый дом, имеет какое-то значение, какую-то историю. И всё это узнаёшь. А здесь же вот этот. А что здесь вот этот? Это связано вот с этим. И прям, прям, какая-то картинка встаёт у тебя в голове. Ну, а потом мы отправили знаменитую питерскую коммуналку. Это абсолютно обычная коммуналка, где до сих пор живут люди, но две комнаты выкуплены под музей. Первая комната обставлена так, как это было в СССР, а вторая комната сделана уже так, как это было до революции. Сегодня мы уже побыли у Ксении Петербуржской. По плану у нас Михайловский замок, на покупать всем подарки, посетить ещё один музей Легом, возможно. И со спокойной душой отправиться в Москву. Сейчас идём в Казанский собор. Представляете, я была в нём только в 17-м году, когда приехала в Питер первый раз. И каждый год, 100% я бывала в Питере, но ни разу больше я в него не заглядывала. После отправились мы в Михайловский замок. К сожалению, в этом замке осталось всего лишь две комнаты с оригинальным дизайном. Это вот эта вот часовня и парадная лестница. Помните, я вам говорила, что классно, когда выстраивается полная картинка в голове? И в музее Достоевского мы услышали такое, что период своей жизни Достоевский провёл в этом Михайловском замке. Правда, в его время здесь было инженерное училище. И этот замок на него, кстати, очень сильно повлиял. Поэтому, чтобы выстроить более полную картинку, мы решили в него пойти. Но, к сожалению, информацию, которую мы хотели получить, мы так и не получили. На экскурсии в Михайловский замок я бы не советовала идти, потому что экскурсию больше про вообще род императоров. Не думаю, что это для кого-то секрет, что-то там было интересное. Про замок сам, вот эти тайные легенды, потому что нам сказали, что это самое мифическое здание Санкт-Петербурга, но в итоге там про вот это всё интересное особо и не было. Вот прям буквально 10 минут, из всех полтора часа. В итоге нас даже по всем залам не успели довезти, потому что, видимо, она очень любит семью императоров и очень много потратила времени рассказать, кто за кем там родился. Мне впечатлило. Вообще ничего интересного про замок мы так и не узнали. К сожалению. Сейчас кушаем, собираем вещи, забираем их из отеля и идём уже на вокзал. Вот такие вот выходные получились. Зашли в пассаж, потянуть время, потому что у нас ещё 3 часа до выезда. Ну и что-нибудь интересное присмотреть. Уже новогоднее всё. И, в принципе, на этом наша поездка закончилась. Получились очень насыщенными дни. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, какие-то рекомендации. И мы поехали в Москву на Сапсане!